Здравствуйте, меня зовут Беднарская Дарья и я режиссер интернет-сериала «Моя бабушка-призрак». Я работаю режиссером студии «Краски» и была очень рада, когда продюсер и автор сценария Денис Вязников предложил мне поучаствовать в таком прекрасном проекте. А так как я очень люблю авантюры и самые необычные проекты, которые требуют много включения, которые не обещают того, что будет легко, то я, конечно, согласилась. Тем более это был 2020 год, самый разгар пандемии, и поработать над интересной, новой идеей было для меня большим счастьем. Так как я являюсь режиссером детского проекта, то одна из самых важных частей работы над ним — это работа с детьми-актерами. И у нас был большой пред-продакшн, где мы с ребятами разбирали их роли, где мы выясняли, почему дети другие так поступают. Ведь темы, которые раскрыты в сериале, с некоторых тем нельзя брать пример. Например, буллинг — это самое ужасное, что может случиться с ребенком в школе. И я надеюсь, что когда зритель посмотрит со стороны на это, он не захочет такое повторять. Ведь целевая аудитория — это как раз дети и подростки. И я надеюсь, что наш сериал, он учит больше дружбе и взаимовыручке, нежели агрессии. Это самый длительный проект, над которым я работала. Он был длиною больше года, и я очень рада, что нам удалось успешно его завершить и представить зрителю. Мне кажется, вам будет интересно посмотреть эту историю, ведь она мистическая. Там рассказывается много всяких разных моментов о взаимоотношениях детей и родителей, о том, как можно дружить и нельзя дружить, о том, как даже самые плохие отрицательные персонажи становятся хорошими. Время съемочного процесса ограничено, а дети-актеры, они иногда устают. Конечно, приходится применять некоторые запрещенные методы, которыми я, конечно, не очень горжусь, но выхода иногда не бывает. Увы, ах, но вам придется завершить этот съемочный день, потому что у нас еще впереди несколько серий для съемок, и если они не согласятся снимать сейчас, то дальше будет еще сложнее. Ну и в конце концов, дети не очень любят, когда режиссер злится, потому что когда режиссер злой, это значит, что никаких шуток, никакого расслабления, ну и в общем всем становится страшно, даже мне. Люди, когда узнают, что в Новосибирске вообще в принципе снимается какой-то кинопроект, они сначала очень удивляются, потому что в принципе все считают, что в Сибири кино как-то не особо развито, но мы упорно пытаемся доказать обратное, когда-нибудь докажем. И люди, они так удивляются, они говорят, надо же, кино, и надо сказать, что большая часть людей, они все-таки стараются помочь. Когда Денис ходил куда-то, то ли в ТСЖ, то ли куда-то там к бабушкам-пенсионеркам и спрашивал, у кого можно поснимать дома, то половина бабушек сказали, что, ой, нет, вы что, какое кино, а половина сказала, вот, пожалуйста, посмотрите мою квартиру, может быть, она вам подойдет. Ну и в общем, таким образом мы нашли прекрасную локацию, долго в ней снимали, слава богу, все сняли успешно и прекрасно. Когда мы начали работу над проектом, то, конечно, мы оптимистично думали о том, что этот проект мы успеем снять до конца года, то есть примерно на полгода, и, собственно, мы его выпустим и будем счастливы. Но пандемия порушила все наши планы. Из-за того, что периодически люди болели, периодически приходилось из-за отказа в локациях переносить съемки и быстро искать какую-то другую локацию, то, конечно, сроки немного затянулись. Дети успели вырасти, кто-то вырос сантиметров эдак на десять и перестал влазить в свои кроссовки. Но я очень рада, что нам удалось все-таки завершить этот проект, причем с определенным успехом. Очень приятно, что нас поддержал сибирский питчинг дебютантов, и они оказали нам такую невероятную моральную поддержку, когда мы думали, что мы катимся куда-то не туда, и у нас появилось второе дыхание, потом третье дыхание. И надеюсь, что этот проект вам понравится. Обязательно посмотрите, как играют наши молодые актеры и как развивается кино в Новосибирске.